Здравствуйте! Можно ли при помощи Бога сбросить лишний мир? Конечно, попросить Джизуса. Тебе поможет. Искренне попроси с любовью. Иисус, помоги мне сбросить вес. Он тебе предложит не вес сбросить, а причины, которые приводят тебя к лишнему весу. Поэтому тебе нужно будет сбросить тот балласт, который нагружает тебя, нагружает твою психику, и что ты обжираешься. Ты же обжираешься, компенсируешь какие-то раны свои душевные. Поэтому набираешь лишний вес. Тебе Джизус предложит сбрось балласт, сбрось тот груз, который сейчас на тебе висит. Что на тебе висит? Какое-то, может быть, чувство стыда, чувство долга, чувство какой-то вот необходимости в чем-то, деятельности какой-то. Вот и скидывай, похудеешь. Уйдешь в радость, в покой, и лишнее все уйдет. Здравствуйте, Володь. Как? Какая-то реклама про Барса? Какого Барса? Не знаю, что там. Блин, очень много долгов по учебе. Все запустил, не знаю, как все исправить. Сроки поджимают и практически… Ну, сам выбрал учиться чего-нибудь. Учись. Ну, такой. Жесть такая, что делать. Ничего ты мне спрашиваешь, в чем проблема-то? Да, ты сам эту проблему себе создал, вот и жили в ней. Как вы думаете, мысли и молитвы имеют силу? И как избавиться от негативных мыслей? Имеют? Ну, временно. Вот ты наделишь эти молитвы силой, они тебе помогут. Если ты хочешь от негативных мыслей избавиться, если поверишь, они помогут. Ну, а негативные мысли, они же тоже не дураки, они тоже не спят. Ты от них избавился, они еще будут, в следующий раз еще сильнее станут. Придут со своими уже новыми какими-то приблудами. Тебе уже не так будет просто это, молитва это все убрать. Они тебя будут опять атаковать с новой силой. Временно это поможет, а потом ты вообще в ад попадешь, что они такую устроят, такую у тебя атаку. Оружие свое усовершенствуют против тебя, негатив такой создадут, что ты с ним никакой молитвы уже не уберешь. Поэтому принять, только принять, смириться и все. Молитва это такое временное, как наркотик. Мне сказали, что чтобы избавиться от страха нужно в него идти. Мне сложно, но очень хочу от них избавиться. Можете что-то сказать по этому поводу? Избавиться от страха ты не можешь и пойти в него ты не можешь. Почему его нет? Тебе надо его придумать. Страх какой он, какого цвета, какого вкуса, какой формы, удобна ли эта форма для того, чтобы в нее войти. Вот это же все твоя фантазия. Потому что страх это твое описание, твое ощущение, состояние жизни. Ты его описываешь и придаешь ему разную мысль и форму, чувство. И вот от того, какое чувство ты предала своему страху, какую форму ты его делила и будет зависеть, сможет ты в него войти или нет. Сможет ты от него избавиться или нет. Что это такое за... На чем оно крепится? Вот когда ты обнаружишь, на чем оно крепится, какова его сущность, каковы его принципы противостояния тебе, на чем он, во что он упирается. Когда ты это рассмотришь и увидишь, то поймешь то, что хочешь понять. Но все, что увидишь, это просто будут твои фантазии. Реально нет никакого страха, ни на чем он, ни во что он не упирается. Нет ни у него основы. Нету. Когда ты это увидишь, а это надо поработать. Медитации. Вот. Помогают рассмотреть это ощущение. Всякие там практики медитативные. Я ими не занимаюсь, поэтому я ничего про них сказать не могу. Я прямо сейчас в ней, в этой практике. Но она не такая же, вот ты сидишь. У меня нет необходимости от чего-то избавляться. Смотри, ты говоришь, благодарю за совет с Николаем. Собираюсь пойти в Занер, да? С Мухомором. Что нужно? И меня спрашиваешь. Раз ты уже доверился Николаю, так вот с ним и обсуждая это. Без доверия ты не сможешь ничего сделать. Ты должен полностью довериться человеку, который послужит для тебя проводником. Вот непонятно что, неописуемое. Что ты сам уже себе придумаешь. Поэтому не надо никаких вопросов. Вот сомнений убери. Доверься полностью человеку, с которым ты собрался идти в такое грандиозное путешествие. А как защитить себя от плохих людей? Форма негатив разная же. Есть ли вообще прямая белая линия жизни без плохого? Ничего никак ты не сделаешь. Никак. Ничего не сможешь никак защитить. Все временно. Защитил, а там уже против твоего щита уже придумают какую-то новую. И чем больше ты обороняешься, тем сильней враг. Или то, что ты понимаешь под врагом. То, что ты видишь. То, что ты как бы себе придумываешь как врага. Боже, нет. Все. Все. Ничего не существует без тебя. Отдельно от тебя. Без твоего внимания. Ты своим вниманием этих врагов и создаешь. Этот враг и ты есть сам. Нет никого. Вот этих белые и черные стороны. Ты сам их рисуешь. Все сам делаешь. Этого нет ничего. Как жить с болью, болезнью, которую не получается вылечить, которая мешает жить. Нет никакой болезни. Ты есть эта болезнь. Жизнь эта болезнь. И она этим и прекрасна, что мы все время идем. Мы болеем. Мы больны жизнью. Мы все умираем. От болезни жизнью. Любая болезнь это проявление жизни. Поэтому с какой болезнью ты хочешь? Есть врачи для этого. Ну, чтоб оно такое было интересное еще. Лечишься. Поэтому к врачам какую ты болезнь хочешь? Ты все. Ты в жизни. Можешь только это принять как дар. Как некое волшебное состояние, которое светится внутри тебя. Но пока ты называешь это болезнью, хочешь от этого избавиться. Это ты. Это жизнь. Бог болен. Поэтому мы все по образу и подобию. Мы рождены, чтобы умереть. Ждены, чтобы болеть и умирать. Поэтому всех, кто пытается там выздороветь, это вот тоже проявление болезни. Если человек все время говорит о здоровье, все время говорит о том, какой он ведет здоровый образ жизни, какой он классный. Он просто вот это проявление болезни. Он болен. У него есть необходимость все время себе это внушать. Просто признашь, что ты болен, что ты умираешь и всё. И будь счастлив, будь свободен. Будь свободен от необходимости избавиться от чего-либо. Будь свободен от необходимости наблюдать то, что тебе мешает. Будь свободен, потому что тебе ничего не мешает. Тебе мешает только то, что ты видишь то, что тебе мешает. Пока ты не направишь внимание в то, что тебе мешает, оно тебе не мешает. Вы все в Царстве Божьем, здесь все по его образу, все по его подобию. Он создал этот мир. Болезнь – это то, что вы окрашиваете негативным восприятием, негативным значением это слово. Болезнь – это я прекрасно болен. Ваш сын прекрасно болен, Маяковский писал. Прекрасно болен. Вы все прекрасно больны. Это болезнь – священный дар. Любая болезнь ваша – это дар ваш, это чудо, любые ваши ужасы, которые с вами происходят. Если они происходят с вами, а вы их не наблюдаете в комнате, как будто бы кому-то там чего-то оторвало. И это ваши боли, это ваша тоска, потому что вы не больны, поэтому вы направляете свое внимание туда, где болен кто-то, где кому-то плохо, где кто-то умирает, где кто-то страдает. Где кто-то мучается. Вы сопереживаете. То есть вы направляете, как вы кино начинаете смотреть, и тоже на себе вот это все примеряете. А в действительности вы сами больны. Точно так же. И вот все, что вы видите вокруг, наблюдаете, это отражение вот этих процессов внутренних, которые вы все от себя пытаетесь избавиться, но никогда от этого не избавитесь. Вот вы и наслаждаетесь через другого собой, через другие болезни, а наблюдением в других людях этих болезней наслаждаетесь своей собой и своими болезнями. В принципе, разницы нет, что вот вы впрямую будете вас осознать, но это другой, это более крутой уровень, когда ты уже признал себя. Все, что с тобой происходит, как приглашение на путь, приглашение к жизни. Субтитры сделал DimaTorzok